Всем привет! Сегодня будет первое видео о покупках к осени. Пока я буду в отпуске, я не могла оставить вас без видео, поэтому без лишних предисловий давайте поскорее начнем рассматривать, что же нового, красивого, стильного, интересного появилось в моем гардеробе. Первая вещь, перед которой я просто не смогла устоять, может показаться не совсем осенней, но я сейчас все объясню. Дело в том, что мне захотелось разбавить свой слегка скучноватый осенне-зимний гардероб какими-то новыми, более яркими, интересными, насыщенными цветами. Это раз. А во-вторых, все модные фэшн-гуру говорят о том, что желтый цвет можно и нужно носить в этом сезоне, так как он сейчас находится на пике популярности. Мне самой он гораздо больше нравится, чем раньше. Видимо, до меня, до обычного человека тоже доходят все эти модные веяния. Поэтому, как только я увидела вот этот желтый жакет в магазине Mango, я решила для себя, что он мне нужен. Мне настолько нравится его современный икрой. И вот эта слегка структурированная ткань окончательно меня подкупила. А сочетание бежевого и атмосферного приятного такого солнечного желтого цвета здорово будет смотреться и на блондинках, и на брюнетках. И также аргументом забыла то, что этот жакет смотрится супер стильно с любой другой самой простой базовой вещью. И мне нравится, как вот эта вот расцветка сочетается с карамельным цветом, конечно же, с бежевым, с любой другой джинсовой вещью, с черным, с коричневым, с серым. Ну, как-то с желтым, мне кажется, это слишком банально. Ну, короче говоря, я решила, что вот этот жакет разнообразит мой гардероб и с удовольствием буду его носить. Еще на распродаже в том же Mango, я являюсь огромной поклонницей этого бренда, наверняка вы заметили, я успела прикупить себе вот такие легкие брюки, которые чем-то напоминают спортивные штаны, наверное, то есть они очень просто одеваются, завязываются на талии, и цвет хаки я ношу не только осенью и зимой, а в любое время года, так как он здорово сочетается и с темными, и с более светлыми вещами. Для меня это один из любимых базовых цветов. Вот, такого плана брюки очень практичны, в них удобно, и они универсальны тем, что классно смотрятся с более спортивной обувью и с какой-то элегантной. Вот, когда я была в Mango, я примеряла их с белым топом из новой коллекции, мне настолько он понравился, что я купила целых два, один уже в стирке, а второй еще с этикеткой. Мне нравится пройма, классно смотрится и под жакетом, и просто как основная вещь с какими-то джинсами, с юбкой, ну, вы знаете, да, с чем носятся обычные белые топы, и мне нравится, что здесь не слишком глубокий вырез. Ткань у него такая плотненькая, и хочется верить в то, что он прослужит мне не один сезон. Мои красотки тоже из новой коллекции, просто поставить и любоваться. Я долго сомневалась, нужны ли они мне, так как я не слишком часто выхожу куда-то в свет, а потом пришла к выводу, что каждой девушке или женщине нужна пара обуви для души. Пусть на несколько раз, пусть на выход. Они смотрятся настолько дорого, достойно, стильно и интересно. Это натуральная кожа. Они так пахнут, просто еще не хватает лизнуть. Это просто сумасшествие. Но мне очень нравятся какие-то такие вещи, которые заставляют меня чувствовать себя по-другому. Вот, наверное, да, это именно та пара обуви, которая позволяет мне нести себя совершенно по-другому. Осень и зима – это такой период, когда у нас очень много разных праздников, вечеринок, у моего мужа будет юбилей, так что они остаются со мной, ни разу не жалею, и они не были какими-то прямо супер дорогими. Я очень люблю дополнять свои образы какими-то интересными аксессуарами. В основном это или серьги, или часы. И вот из нового у меня появилось несколько пар сережек, очень стильные, интересные. Обе пары от Mango. Вот эти одинаковые, вот эти вот разные, но из одной серии. И смотрятся прям супер стильно. И вы знаете, что всегда, когда я покупаю что-то онлайн, я пользуюсь кэшбэк-сервисом Letyshops. Это сервис, который помогает нам сэкономить на покупках, особенно если это новая коллекция, всегда приятно получить какой-то бонус. И для моих зрителей, для любителей интернет-магазина LaModa, на котором, кстати, представлен бренд Mango, и те вещи, которые я сегодня показывала, будет действовать специальное предложение. Это повышенный кэшбэк в шестикратном размере. То есть, можно будет сэкономить на новой коллекции до 30%. Но это предложение будет активно только в течение первых трех дней с момента публикации этого видео. Для того, чтобы воспользоваться кэшбэком не только на LaModa, а на других сайтах, на Asus часто использую, на AliExpress, если любите что-то покупать, на Shein и в других модных, и не только интернет-магазинах. Для тех, кто не видел мои прошлые видео, быстро напомню, что активировать кэшбэк 30% на LaModa. Можно таким образом заходить на Letyshops.com, регистрируйтесь, подтверждаете регистрацию по почте, и дальше переходите в тот интернет-магазин, который вас интересует. Сейчас я бы советовала обратить внимание именно на LaModa. Активируйте повышенный кэшбэк, переходите в магазин, выбираете вещи и покупаете. И еще сразу установите расширение на ваш браузер, чтобы вы не забывали экономить в ваших любимых интернет-магазинах. Это такая небольшая напоминалка, которая будет сигнализировать вам о том, чтобы вы не забыли включить кэшбэк. Итак, все очень просто, а мы с вами продолжаем. Главное, не забудьте о том, что кэшбэк в шестикратном размере будет активен в течение трех дней, с момента выхода этого видео. То, что сейчас надето на мне, первое, это серьги. Они из новой коллекции Zara. И я вот сейчас первый раз их надела и понимаю, что у меня слегка побаливают от них уши. Это неприятный знак. Но они очень красивые, стильные. И я думаю, что несколько часов в них я обязательно выдержу. А вот что будет дальше, пока что неизвестно. Вот эта вот кофточка, рубашка, блузка, называйте как хотите. Она тоже из Zara. Она у меня в самом маленьком размере. Она у нас пока что появилась только в белом цвете. Выглядит супер стильно. Я уже надевала ее и с шортами, и с брюками. И вообще, как знаете, такая новая форма классической белой рубашки. Очень классная. Вот эти пуговки смотрятся стильно. В общем, если вам нравится что-то такое, то теперь вы знаете, где это можно приобрести. И на Asos я часто встречаю похожие модели. Если найду, то вы знаете, что я всегда оставляю для вас ссылки в описании. В той же Zara я увидела вот это. Ранее я встречала похожую сумочку, только белого цвета в Mango. Она тоже представлена в новой коллекции. Это, конечно же, закос под сумку Shrimps, которая стоит каких-то баснословных денег. И я не собираюсь на нее тратиться. Но классно, что бренды масс-маркета предлагают нам более бюджетные альтернативы. И вы должны учитывать то, что эти сумочки, ну вот такого плана, они увесистые. Именно поэтому я отказалась от покупки сумки в Mango. Она показалась мне слишком тяжелой. Но если вы готовы качать бицепсы во имя моды, то белая из Mango тоже вариант. У нее прям идеальный размер. Но пока что я не готова таскать такую ношу просто ради того, чтобы она красиво выглядела. Вот это тоже такая тяжеленькая. Я хотела купить себе какую-то универсальную черную маленькую сумочку, которая будет подходить и к вечерним нарядам, и к каким-то повседневным базовым лукам. И вот это просто показалось мне прикольной. Она была недорогой. В ней нет никаких серебристых или золотых элементов. Так что она будет подходить ко всему. На распродаже в Topshop мне удалось отхватить целых три куртки в стиле авиатор. Я пока что не того. Я просто заказала себе серую, серо-коричневую и вот эту. И вот те две классные, как бы, ну вот это, это прям шик. Если надеть эту куртку в цвете баклажана, сливы, чего там еще, вишни. Каждый видит это по-разному. Но это классный чисто осенний цвет, по моим ощущениям. И если надеть это все с кем-то серым гольфом, с серым, с черным платьем. Ну, наверное, с синим нет, но он такой прям класс. Две остальные уже поехали обратно. Конечно же, это искусственный мех. Если помните, то похожие я заказывала на Asos. Там меня не устраивали детали. Все какое-то было такое непонятное. Вот это и все прекрасно. Я постараюсь найти для вас какие-то аналоги. Мне нравится, что эта куртка дополнена серебром. Я взяла ее на размер больше. То есть 36 для того, чтобы я смогла надевать под нее какой-то объемный свитер. Ну, красота, не правда ли? Глядя на вот эти две пары обуви, я показываю по одному ботинку. В общем, мой разум говорит, Оля, да-да-да. Но потом я вижу вот эти и начинают таять. Девочки, какие из них оставлять? Две пары, скорее всего, не могу оставить. Особенно учитывая то, что у меня есть вот эти. Надо выбирать. Вот эти, конечно, супер базовые, практичные. Здесь устойчивый каблук. И вот эта небольшая деталь, она все-таки придает какую-то определенную изюминку. И с кюлотами будет смотреться классно. Но вопрос в том, сколько может быть базовых пар обуви на осень, зиму и весну. Но, честно говоря, дольше, чем 2 года такого плана обувь мне не служит. Надо пересмотреть, что у меня там есть и подумать. Это не самая бюджетная пара обуви, но они настолько удобные, что вот я засомневалась. Сначала хотела оставить только вот эти, как стильный элемент моего осенне-зимнего гардероба. Но зимой особо в них не пощеголяешь. Тем не менее, они так классно смотрятся с кюлотами, что я прям не могу. Надо спросить у мужа. Девочки, что скажете? Здесь такой красивый каблук. Я не могу. Я не могу определиться. Помогите, пожалуйста. Видите? Так вот он сделан. Еще одна пара обувин, от которой я прям сильно сомневаюсь. Скорее всего, они поедут обратно. Вот если бы у меня были лишние деньги, я бы, конечно, их оставила. Но, учитывая то, что это розовая замша, я уже вижу, как они будут выглядеть после двух выходов с детьми. И, девочки, если вы ездите на машине, если вы аккуратны, любите носить светлые вещи, даже в холодное время года, такие ботиночки должны привлечь ваше внимание. Причем я видела разные варианты на том же Asos. И вот такие пудрово-розовые. И как же красиво они смотрятся с чем-то джинсовым. Даже с юбкой. Вот они какие-то такие прям аккуратненькие. И была бы я фэшн-гуру, я бы их оставила. И не было бы у меня детей, с которыми невозможно выйти в такой обуви на улицу. Я не знаю, что делать. Заказала просто, вот знаете, чтобы примерить что-то такое. И посмотреть, как я себя буду чувствовать в такой обуви. И это круто. Это очень круто. Но я не знаю. Пока что нет лишних денег. Возможно, подкоплю и оставлю. У меня есть 100 дней на возврат. Так что пока что вот стоят, радуют меня и заставляют задуматься. Также заказала себе юбку. Вот хочу, не могу юбку такого плана. Но никак не могу попасть с моделью лично для меня. Я примеряла похожую юбку моей Насте. Она купила ее на распродаже в Заре. И она сидит безупречно. Но не могу же я забрать юбку моей любимой подружки. Так что ищу себе что-то похожее. На Asos заказывала уже штук 5. И все они слишком длинные. Для меня одна была какой-то такой короткая. Я смотрелась как из прошлого века в ней. Это юбка из плотного денима. Она довольно длинная. Вот мне хотелось бы на 10 сантиметров как минимум. А то и на 15 покороче. И чтобы она спереди была с разрезом. И вот даже с такими ботиночками. С конверсами. Господи, с чем угодно. Это смотрится потрясающе. Но пока что не нашла похожую модель. Которая сидела бы идеально. Так как я себе это представляю. Но сейчас такой огромный выбор. Она сейчас в тренде вот такая модель. Так что я уверена, что все еще впереди. Я найду что-то для себя. И последнее, что я вам покажу. Это кюлоты. Раньше я никогда бы не подумала, что куплю себе широкие. Очень укороченные брюки. То есть кюлоты. А вот это уже вторые. Я ощущаю себя в них настолько современно. И даже как-то молодежно. А в сочетании с этими ботинками. Это что-то с чем-то. Мне очень нравится. И я готова к экспериментам. И пусть это будет даже на несколько раз. Окей. Главное почувствовать себя по-другому. Кюлоты я купила в магазине Zara. Они не самые качественные. Это синтетика. Конечно же в них не будет тепло. Но на осень. Это классный вариант одежды. У меня это размер XS. Я бы не сказала, что они прям какие-то супер маленькие. Они на резинке. Мне нравится, что здесь вот сверху есть такие как бы детали. Видите, пуговки. Смотрятся очень интересно и недешево. Несмотря на то, что они не были дорогими. Здесь также есть карманы. То есть они такие более элегантные. Потому что есть разные варианты в магазинах. И в общем интересно. Носите ли вы кюлоты? Нравится ли вам, как что-то такое смотрится на ком-то другом? Я надеюсь, что вам было интересно. И девчонки, по приезду я сниму отдельное видео с готовыми образами. В котором покажу, как я обычный человек. Буду носить какие-то трендовые вещи. Возможно детали. Как я это все буду сочетать. В общем о том, что я буду носить этой модной осенью. Модной или не осенью. Ну в общем, девчонки, спасибо за ваше внимание. Не забудьте воспользоваться повышенным кэшбэком на ламоде. Всем спасибо за внимание. Ссылка на эти шопсы в описании. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.